В детстве я был тихим и скромным мальчиком. Когда я впервые поехал на шашечные соревнования в Нижний Новгород, то один из тренеров нижегородцев, Вячеслав Купцов, желая как-то подбодрить и поддержать меня, подошел ко мне и сказал «Не бойся, мы тебя не обидим сегодня». Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Многие люди считают, что шашисты это какие-то ботаники, которые ничего кроме своих шашек не видят. На самом деле это не так. Шашисты, как правило, это очень умные люди, которые обладают прекрасным чувством юмора. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим замечательную комбинацию харьковского мастера Анатолия Ковришкина и бессмертную партию ленинградского шашиста Виктора Литвиновича. Рассмотрим дебют кол. СД4, БА5 и белые ставят так называемый кол. Здесь есть несколько продолжений за черных. ФЖ5 наиболее распространенное, но иногда играют ФЕ5. Мы играем БЦ3. И на ход ЖФ6. В прошлый раз мы рассматривали ход АБ2, но за белых здесь есть очень сильное продолжение ЦБ2. Если теперь черные играют АЖ7, то есть черные построили ударную колонку, грозят выиграть шашку Ц5 либо с помощью хода ЕД4, либо ЕФ4. Белые размениваются, то есть разрушаем ударную колонну черных и выясняется, что в центр выходить нельзя, так как белые пройдут в дамки. Соответственно нет нападения с поля Б6, белые просто закрываются и вот эта связка мертвая. То есть здесь связка, здесь фланг не играет, поэтому так играть нельзя. У черных остается единственный ход СД6, тогда белые размениваются. Ну и видите, черные разрушили вот эту ударную колонну, теперь они вылазят в центр. Мы играем ЖФ2, ну и здесь черные обычно играют ДЦ7, наверное, лучшее продолжение. Белые играют АБ2 и черные могут либо разменяться вот таким образом, но после размена белые выйдут в центр и шашка Ф4 будет подвержена окружению со стороны белых. Поэтому черные в этой позиции обычно меняются. Ну и белые играют ФЖ3, что хотят белые. Теперь видите, нет хода ЕД6 и ЖФ6 из-за того, что белые пойдут ДЦ3 и выигрывают. То есть так играть нельзя. Остается играть АБ6, теперь белые играют ЕФ4. То есть хода ЕД6 уже нету, потому что белые нападают, соответственно, ну, закрываться плохо, связка у черных будет, а меняться, видите, нельзя, потому что белые отдают одну шашку и забирают три. Поэтому в этой позиции черные играют ЖФ6, лучший ход. Белые отвечают ЕФ2. Ну и обратите внимание, что у черных нет хода БА3, так как белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют ФЕ3, пропускают черных в дамки, затем производят вот такой размен и проводят свой финальный удар. Надо играть БЦ5, тогда белые занимают большую дорогу, то есть отсекают вот эти шашки от похода в дамки, поэтому приходится жертвовать. И черные пытаются пройти в дамки, но здесь у белых выигрыш. Нападаем по большой дороге, надо отходить. Теперь занимаем поле Ц3, у черных остается единственный ход ЕФ2. Мы жертвуем шашку и возникает финал, распорка или штаны, так называемые. Очень красивый. Поэтому в этой позиции черные играют ФЖ7, ну и ставят так называемый противотанковый заслон, как окрестил эти шашки гроссмейстер Владимир Вигман. Теперь белые играют ФЕ3, ну и черные наконец-то могут напасть на шашку Б2. Белые отходят и черные играют БЦ5. БЦ5. Белыми играл знаменитый ленинградский гроссмейстер Виктор Литвинович. И здесь он увидел, что может получить знаменитую концовку, которую придумал харьковский мастер Анатолий Ковришкин. То есть белые нападают и в этой позиции черные решили, что они выигрывают. Все-таки ничья была за черных после хода АБ4 и размена. И теперь белым надо играть ЕД4, черный играет АБ6. Ну и такой размен проигрывает. Белым надо было меняться вот таким образом. И здесь тоже играть аккуратно. То есть после хода БЦ5 черных ход АЖ3 проигрывает из-за оппозиции. И белым некуда ходить. Но у белых была жертва. То есть надо было сыграть АЖ5. И после нападения жертвуем шашку и достигаем ничьей. Но черные решили, что побеждают здесь и ответили АБ2. И белые отвечают ЕД4. И выясняется, что возникает знаменитая концовка харьковского мастера Анатолия Ковришкина. Кстати, интересный случай был связан с такой историей. Анатолий Ковришкин за свою жизнь придумал очень много шашечных комбинаций. Очень красивых комбинаций. И его друг Мастер Марат Коган однажды расставил в шахматно-шашечном клубе одну из композиций, задуманных Анатолием Ковришкиным. Анатолий долго думал и все-таки не смог решить. Попросил Марата показать решение этой комбинации. Все присутствующие в клубе засмеялись. Так как Анатолию Ковришкину была представлена на решение его же собственная комбинация. Друзья, вот такой забавный эпизод. В этой же позиции белые выигрывают. То есть, смотрите. Ставить дамку нельзя, так как она тут же ловится и белые пройдут в дамки. И, соответственно, СД6, СБ6 нельзя, так как белые грозят одну шашку отдать, затем вторую. И забрать три с выигрышем. То есть, ставить дамку обязательно. Остается единственный ход. Ставим дамку на С1. Ну и здесь можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Комбинация очень сложная. Не расстраивайтесь, если вам не удастся ее решить. Белые неожиданно играют ДЕ5. Ну и как бы черные не били, у них проигрыш. То есть, если бьем в эту сторону, белые просто отдают ДЕ3. И легко побеждают. Если же черные бьют дамкой на поле Ж5, то следует вот такой ход. Ну, естественно, так бить нельзя, так как мы выиграем. Поэтому черные бьют дамкой. Теперь белые играют HG3. Надо бить. И отдают шашку. И последняя шашка становится дамкой. И продолжает уже удар как дамка. И здесь белые легко выигрывают. То есть, на любой ход занимаем двойник и отсекаем шашки. Черный ход похода в дамке с выигрышем. Друзья, если вам понравилась данная комбинация, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если вам что-либо неясно, отвечу на все вопросы. Ну и, кстати, хочу сказать всем любителям стоклеточных шашек, что прямо сейчас на канале Юрия Аникеева, украинского гроссмейстера, идет стрим, посвященный как раз анализу партии матча за звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам между голландцем Бумстрой и нашим соотечественником Александром Шварценом. Всем предлагаю присоединиться к данному стриму. Я думаю, что будет интересно. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталях.